Коллеги, добрый день. Сегодня у нас аншлаг. Коллеги, есть места вот здесь? Проходите. Сегодня у нас очередной междисциплинарный семинар ученого совета. И всем было известно по приглашениям, что у нас выступает Дмитрий Анатольевич Фунг. Вот о нем я хочу предложить сказать слово президенту нашего университета Георгию Владимировичу Майеру. Наталья Анатольевна, какая короткая и блестящая речь. Смотрите, какие аплодисменты. Уважаемые коллеги, очень приятно представить здесь сегодня Дмитрия Анатольевича Фунга, нашего доброго, давнего, знакомого, соратника. И я хотел бы историческую такую справку о нем самом дать небольшую. То есть Дмитрий Анатольевич Фунг, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой этнологии исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Главный научный сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований и лаборатории лингвистической антропологии филологического факультета Томского государственного университета. Руководитель мегагранта ТГУ «Человек в меняющемся мире». Мегагрант, для тех, кто может быть не знает, это есть особый статус грантов, очень больших грантов в Российской Федерации, которые, я думаю, лет 7-8 этот институт возник, где самые выдающиеся исследователи в мировых направлениях деятельности приглашаются в Россию возглавить вот эти проекты. Родился в городе Кемерово, то есть наш земляк по Сибири. В 1984 году окончил кафедру археологии исторического факультета Кемеровского государственного университета. В 1990 году аспирантуру кафедры этнографии, антропологии, исторического факультета Ленинградского государственного университета. В 1995-2013 годах руководил отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии Российской Академии наук. Ведет полевые исследования в различных регионах Сибири, Севера и Дальнего Востока, начиная с 1981 года, то есть студентом еще. Вот автор более 300 научных работ, из них 11 монографий, ответственный редактор 30 коллективных монографий, сборников статей, учебников электронных баз данных. Владеет немецким, английским, шортским и телевудским языками. Лауреат премии Георга Вильгельма Бесселя фонда Гумбольта за выдающиеся достижения в области этнологии. Ну, как я уже говорил, победитель конкурса мегагрантов правительства Российской Федерации, руководитель ряда проектов, выполняемых при поддержке ГНФ и Российского научного фонда. Награжден правительственными региональными грамотами и медалями. Ну, вот такая краткая характеристика человека, который сейчас выступит перед вами с некоторыми замечательными темами. Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич. Спасибо большое. Сейчас я надену очки, посмотрю на всех вас, потом сниму и буду говорить. Добрый день всем. Спасибо большое. Спасибо большое руководству университета за то, что пригласили выступить на открытом междисциплинарном семинаре ученого совета Томского университета. Это действительно большая честь. Просто знаю по объявлениям, кто здесь выступал, с какими темами. И, в общем, мне кажется, что это очень хорошая идея. Надеюсь, что сегодня будет материал для размышлений, потому что... Ну, во всяком случае, потому что, когда я работаю со студентами, я их все время подбадриваю, говорю, не бойтесь давать ответ, даже если он неправильный, потому что в антропологии неправильных ответов нет. Человек такое существо, которое очень сложно предсказать, просчитать, что будет сегодня, что будет завтра, через день, через год. Поэтому возможны любые варианты развития событий. Давайте любой ответ. Пусть даже он вам кажется неправильным, возможно, он окажется верным. У меня нет ответа на вопрос, который я вынес в название сегодняшнего разговора. Но, может быть, это и придаст некий интригу, может быть, шарм тому, о чем я буду говорить сегодня. Сначала я хотел бы... Двигается? Сюда. Да. Сначала хотел бы сказать несколько слов об этнологии и истории. Как наверняка многие из вас знают, чего, кстати, не знают многие за рубежом, этнология как дисциплина родилась благодаря немецким исследователям XVIII века в России. Термины появились тогда, имеющие отношение к этой дисциплине. Появилось представление о том, чем должна заниматься эта дисциплина, как написал один из современных, очень интересных исследователей, Ханфер Мюйлен, голландец, который работает в Германии в институте Макса Планка. Изучала эта дисциплина этничность, точнее, мультиэтничность, мировое многообразие народов и наций. Но это, если говорить сегодняшним языком. Безусловно, вы знаете такие имена XVIII века. Исследователи, как Миллер, Георгий, и можно перечислять довольно долго, были среди них и наши соотечественники, как, например, Степан Крашенинников, выдающиеся люди, которые внесли значительный вклад в развитие того, что мы сейчас называем этнологией или антропологией. Очень тесно эта дисциплина была пока еще не сформированная, не институционализированная, была очень тесно связана с общим представлением о природе, в которую народы были как бы вписаны. XIX век принес большее разнообразие, большую глубину в понимании того, чем должна заниматься эта дисциплина. Появился целый ряд научных центров. Если вы посмотрите, я думаю, видно на слайде, Россия в тот период времени совершенно не отставала от мировой научной мысли. Она была абсолютно вписана во все, как сказали бы мы сейчас, научные тренды того времени. Хорошо была вписана в дискурсы того времени академические. В 1845 году было создано отделение этнологии или этнографии при императорском русском географическом обществе. Если вы посмотрите на даты образования зарубежных специализированных обществ, то они примерно вокруг этой даты чуть раньше, чуть позже. То есть это практически одновременный процесс. Этнография или этнология тогда была довольно существенно связана или вписана либо в географию, то есть по-прежнему ориентация на природу сохранялась, на вписанность человека в природу, человек как основной объект исследования или народы как основной объект исследования вписаны в природу, в окружающую. Либо наметилась связь с историей. Если вы посмотрите на название немецкого общества, которое возникло, сейчас не вижу, в 1869 году, то там есть приписка. Значит, общество антропологии, этнологии и доистории или преистория, ранней истории. Процесс институционализации этой дисциплины продолжался и далее. И если мы посмотрим, что происходило дальше с нашей дисциплиной в следующем столетии, то я могу очень хорошо показать это на примере того, мы вернемся еще к западной науке, показать на примере того, что происходило у нас в стране, а точнее на примере Московского университета. Довольно показательная, на мой взгляд, картина. Во многом она связана с созданием кафедры. Кафедра, которая была создана Дмитрием Николаевичем Манучиным, великолепным археологом, этнографом, специалистом по культуре славянских, сибирских народов, человека большой эрудиции, в 1884 году он создал кафедру. Кафедра называлась «География и этнография». И была она на историко-филологическом факультете. Поиск пути развития этой дисциплины продолжался далее, и буквально через пять лет произошел, кажущийся невероятным скачок с сегодняшних позиций. Кафедра переехала на физико-математический факультет. Этнография на физико-математическом факультете Московского университета. Процесс поиска продолжался, наступили сложные времена, произошла революция, до дня одна, и был создан в конце концов при Московском университете факультет общественных наук, при котором особое место заняло отделение этнологолингвистическое. Это был 1922 год. Прошло еще немного времени, и с моей точки зрения произошел некий взлет, которого эта дисциплина в нашей стране, можно сказать, либо не достигла таких же высот, либо достигла в какой-то совсем в отдельных точках, не напрямую связанных с Россией. Это Европейский университет в Санкт-Петербурге, но об этом может быть позже. В 1925 году в МГУ возник этнологический факультет. И вот тот эстфак, который наверняка многие знают, который существует в Московском госуниверситете, это всего лишь некая производная от этнологического факультета, когда распался этнологический факультет, на его обломках возник в том числе и исторический факультет. Но для самой этнологии это закончилось довольно плачевно, потому что наступил так называемый период зеро, можно сказать, с 1931 по 1939 год. Я не случайно написал ноль этнографии в Московском университете. Долгих, наверное, 8,5 лет, с 1 января 1931 по где-то июль, наверное, август 1939 года этнографии не было вообще в университете. Лишь летом 1939 года была создана кафедра, которая существует и до сих пор. Она лишь однажды поменяла свое название с этнографии на этнологию. Для того, чтобы не запутать вас в терминологии, я сразу скажу, что как этнография, так и этнология, в общем, в какой-то степени долгое время понимались как синонимы. Потом их стали пытаться разводить. Одно связано больше с полем, то, что называется этнография, описание, описательная часть дисциплины, со сбором полевых материалов. И сейчас понимается как метод исследования. Этнология – это то, что происходит потом. На самом деле довольно странное разделение, потому что когда ты едешь в поле, ты должен провести некую аналитическую работу. Куда ты едешь и зачем? Если ты фиксируешь какой-то обряд, ты должен понять, где ты встанешь, с каким информантом ты будешь работать, с каким нет. То есть ты все равно проводишь какую-то аналитическую работу, даже в поле, то есть когда, как залость бы, речь идет всего лишь об описании чего-то. То, что касается антропологии, этот термин возник позже, постепенно прививается и у нас, но об этом я скажу еще чуть-чуть попозже. Специфика нашей дисциплины в то время в предвоенный период отчасти и во многом в послевоенный период, практически весь советский, состояла в том, что мы постепенно утрачивали те позиции, которые были характерны для российской этнографии или этнологии и в 18-м, и в 19-м веке. Если даже в конце 19-го века эволюционизм, как особый взгляд на мир, на развитие общества, был характерен практически для всех, это была, пожалуй, единственная, если не основная, может быть, даже единственная парадигма в научной среде, применительно к обществам, к изучению обществ, и мы вписывались в это вполне, то то, что произошло с нами в 20-м веке, совершенно не поддается никакому объяснению. Мы почему-то остались приверженцами той самой объяснительной модели, от которой наши зарубежные коллеги отказались уже где-то в начале 20-го века, создали огромное количество школ разных направлений, к которым мы периодически пытались примыкать, но получалось не очень хорошо, и вот весь 20-й век, по сути, это попытка даже не идти своим путем, а остаться на какой-то в итоге проселочной дороге, на которой мы довольно успешно и остались, и оставались, по сути дела, до, это сложный вопрос, наверное, до начала 90-х годов, хотя иногда мне кажется, что до сих пор. Об этом, собственно, и пойдет речь. Если мы посмотрим, например, на содержание нашей дисциплины, я был не уверен, что сюда придет так много молодежи, поэтому какие-то примеры я подбирал больше, наверное, для тех, кто чуть постарше. Есть такая организация, которая называется Высшая аттестационная комиссия. Когда вы вырастите, может быть, захотите остаться в науке и писать диссертации, то если не изменится правило игры, этой большой игры, то, скорее всего, ваши работы должны будут соответствовать правилам, которые утверждаются этой организацией, утверждаться там, ну и так далее. Существует паспорт нашей дисциплины. С моей точки зрения формула специальности, которую, по-моему, до сих пор можно найти на сайте, датируется где-то, наверное, второй половиной 80-х годов, то есть я думаю, что ей лет 30-35, скорее всего, точнее, мне не удалось установить. То, что мы видим в этой формуле, очень хорошо отражает то, в какую сторону двигалась, или точнее, где застыла советская этнография от того периода времени. При том, что речь идет об описании дисциплины под названием этнография, этнология и антропология, мы здесь видим, она должна изучать что? Историю. Это историческая дисциплина, как бы. Это, как я смеюсь, своим детям объясняю на кафедре, чем мы занимаемся. Вот я им говорю, что мы делаем вид, что мы занимаемся историей, а коллеги по ИСТФАКу делают вид, что нам верят. Вот. Ну, потому что реально это действительно не так. Значит, должна заниматься изучением истории, должна изучать человечество в виде групп этносов, да, и на всех этапах эволюции. Ну, приехали. Опять эволюция. Ну, вообще-то это конец 19 века, когда эта парадигма, в принципе, была приемлема, и можно было рассуждать так. А мы говорим о таком глубоком конце 20 века, и по этим правилам мы вынуждены играть до сих пор. Для тех, кто совсем постарше, я могу сказать, что, в общем, ситуация в ближайшее время, я надеюсь, должна будет измениться, и будут новые формулировки. Но вот если исходить из того, что здесь написано, и, скажем, посмотреть на следующую картинку, если видно, то, соответственно, области исследований этнографии, раз уж мы стали говорить об этом предмете, включали этногенез. Я не знаю, уложусь, я в 40 минут, я постараюсь, конечно. Этногенез – происхождение народов. Я не знаю, чтобы народ произошел, вообще изначально нужен дядя и тетя. Тетя желательно из другого рода, иначе будет кровосмешение. Когда у них родится ребенок, потом возникает какая-то группа. Это абсолютно нормальная модель. Какое отношение к этому имеет этничность, сказать очень сложно. Это то, что имеет отношение к нам для, большей частью, для отделения, для отличения нас от каких-то чужих, других. То есть, в принципе, это то, что социум, который привык играть по таким правилам, внушает нам, что мы являемся теми-то, а не какими-то другими. Я не знаю, возьмите ребенка, новорожденного, и если его фенотип не отличается от вашего, то вы сможете сказать, кто родился, немец, англичанин, француз или русский? Это совершенно невозможно. А поскольку татары европеоиды, то можно сказать, что может быть татарин родился, ну и далее, там, турки и кто угодно. Сложный очень вопрос. И если заниматься этногенезом, то получается, что вы должны, во-первых, поверить, а наука не имеет отношения никакого к вере. Это две разные совершенно вещи, аналитика и вера. То вы должны поверить, что существуют некие группы, некие этносы, которые однажды взяли и произошли. Появились, родились. Соответственно, если вы занимаетесь этногенезом, то вы пытаетесь понять, когда вдруг произошел тот или иной народ. Связано это было во многом с историческим подходом, в который была вписана, с исторической моделью мышления, в которую была вписана наша дисциплина в советское время. Мы должны были написать каждому народу его историю. Но у нас все народы имеют равные права, и, соответственно, если не было письменной истории, то кто-то должен ее написать. Это могла быть не только социальная история, или вот та история, которую мы все знаем, но и история так называемая этническая. Вокруг этого огромное количество спекуляций происходило, а занимались этим этнографы очень и очень плохо. Так получилось, что мы все оказались не очень хорошо образованными. У нас не было знаний в области лингвистики. Этнограф не владел навыками работы археолога. Дисциплины разделились, разошлись по разные стороны. Не было других каких-то навыков. И поэтому специалист по этногенезу, с моей точки зрения, это человек, который не владеет языками. Это человек, который не знает, как анализировать археологические артефакты, и не знает еще многого-много чего, и при этом пытается рассуждать о том, откуда появился тот или иной народ. Моделей таких объяснительных, если вы возьмете литературу и будете сталкиваться с литературой, написанной весь послевоенный период, то вы обнаружите эту модель в избытке. Ее очень много. Другие дисциплины. Есть изобретения абсолютно наши или социалистические, например, этносоциология. Я, честно говоря, не знаю, где кроме ГДР и Советского Союза еще активно использовалось это. Есть еще какие-то этно. То есть во всех случаях мы пытались наблюдать не людей, не группы людей, а что-то, что имеет какой-то такой этнический окрас. Если это этническое что-то, это наше. Это можно наблюдать, можно анализировать. Если нет, то нам это неинтересно. И в этом мы еще больше и больше шаг за шагом начинали проигрывать и очень много проиграли нашим коллегам, о чем сейчас будет речь. В это время, собственно, чуть раньше, начало 20 века, благодаря стараниям Франца Боуса, немецкого еврея, который работал практически всю жизнь в Соединенных Штатах Америки и по сути создал ту дисциплину, которая называется антропология. Есть такой термин Боусовская тетрада. Четыре составных части антропологии. Очень хорошо это помогает, когда у нас на ИСТФАКе археологи очень злобствуют, когда, ну в смысле по поделу злобствуют, когда принимают экзамен у студентов на первом курсе, и огромное количество троек. И когда они приходят к нам на экзамен или приходят на специализацию по кафедре, я им утираю слезы и говорю, если вам поставили тройку, вы не расстраивайтесь, потому что археология – это часть антропологии. Вот так вот им всем. Мы их тоже можем чем-то обидеть. Четыре составных части. Это лингвистическая антропология, биологическая антропология, то, что у нас называлось физической долгое время. Это социальная антропология или культурная, или социокультурная антропология, та, которая имеет дело, собственно, с людьми. И ранняя история бесписьменная, археология. Соответственно, археология тоже получается частью нашей дисциплины, если рассматривать ее как такую общую и целую антропологию. Исходя из этого, ну, вообще я должен сказать, что вот это представление о четырех частях антропологии сохранялось довольно долго, и многие кафедры до сих пор построены так. Я об этом еще отдельно буду говорить за рубежом. Существует четыре как бы отдела на кафедрах, которые позволяют себе называться кафедрой антропологии. Но вообще иногда складывается такое впечатление, что Франц Боус был не только первым, но, наверное, и последним человеком, который свято верил, что все эти четыре направления, четыре отрасли настолько тесно связаны, что могут быть обозначены одним термином антропология. Дальше постепенно они расходились, все дальше и дальше, где-то сохраняя какое-то подобие единства, где-то расходясь действительно очень и очень далеко. Но, в принципе, эта модель сработала. Как развивалась дальше западная антропология, очень коротко скажу, буквально такими парой фраз, было создано огромное количество кафедр, научных центров, где рождалось невероятное просто количество новых научных концептов, где проверялись те или иные модели на практике, работает или не работает та или иная объяснительная модель. антропология постепенно вышла за границы видения XIX века, где этничность играла самую важную роль. И мы стали смотреть, они стали смотреть все больше на любые человеческие коллективы. Ха, вы скажете, а какая разница тогда между антропологией и социологией? Можно же спросить? Есть объяснительное объяснение, которое работает сейчас на сегодняшнем материале, на сегодняшней ситуации, применимо к ней очень хорошо. У социологов нет травмы поля, у антропологов она есть. Каждый антрополог обязан пробыть в поле, ну как минимум год. В ранней советской этнографии под годом этнографическим тогда понималось 13 месяцев, месяц ты вживаешься, год еще наблюдаешь. На самом деле этого даже мало. Знаю значительное количество западных антропологов, которые провели в поле и два года, и три. И в общем результат, соответственно, бывает порой очень и очень хороший. Хотя это тоже не гарантирует качество работы. Возникло такое количество научных школ и такое количество научных текстов, и тут важное добавление, на английском языке, которое позволяет считать сегодняшнюю антропологию наукой на английском языке. Две объяснялки, одну свою скажу, другую своего коллеге. Когда приходят к нам студенты на третьем курсе, у нас все плохо, то есть специализация тоже с третьего курса начинается. Беру только тех, кто знает английский, потому что по моим представлениям примерно 90-95% всей литературы, хорошей литературы написано на английском языке. Мой коллега, который отработал, наверное, лет 20, где-то там на краю земли, в Анкоре же, на Аляске, и потом вернулся к себе на родину, домой в Вену, в Европу, какое-то время пытался читать лекции на своем родном немецком языке. И через год он сломался. Он просто понял, что это бессмысленно совершенно переводить всю эту терминологию, всю эту литературу на язык, на котором все равно потом дети не будут писать, ну, собственно, ученые не будут писать, производить научные тексты, потому что для того, чтобы быть понятыми в научном мире, им все равно придется писать по-английски. И начиная со второго года работы в Венском университете, он просто перевел все образование, по крайней мере, в магистратуре на английский язык. Об этом потом тоже чуть позже скажу. Если посмотреть на то, к чему привели вот эти вот два, не знаю, два пути движения научной мысли там и здесь, то картина получится примерно такая. Я выбрал два всего лишь параметра. Один из них, я специально сделал подложку у этого слайда, для тех, кто знает, это картинка, это скрин сайта Скопус. Это одна из систем оценки качества академических журналов. Одна из ведущих в мире на сегодняшний день. Если мы посмотрим на количество кафедр и на количество журналов профильных, нельзя сравнивать СССР, при том, что это была федерация, нельзя все-таки сравнивать со всей Европой или со всем западным миром. Я выбрал СССР или Россию и, скажем, Великобританию. Получается, картина, в общем, мне в нашу очень пользу. И вы, если вы вот эти соотношения в цифрах, которые я здесь выразил, переведете на, не знаю, на количество лет или на разы, во сколько раз или на сколько мы отстаем, я бы сформулировал именно так. То, наверное, это будет правильная оценка. Посмотрите, если до распада СССР у нас было 4 кафедры этнографии, это Москва, Ленинград, Киев и Тбилиси. И где-то, по-моему, с конца 70-х, начало 80-х появилась кафедра в Омске. В конце 70-х, наверное, 5 кафедр было. Сейчас, наверное, 10. Плюс-минус, потому что год на год не приходится, где-то закрываются, где-то открываются. Есть некий прогресс. Есть прогресс еще и в том, что теперь эти кафедры не только на исторических факультетах, что, в общем, тоже довольно-таки, ну, есть смысл отметить, это важный момент. Если же мы возьмем количество журналов, то абсолютно безрадостная картина будет в отношении СССР. Был лишь один профессиональный журнал, этнографическое обозрение, который существовал долгие годы. Он назывался «Советская этнография», назывался по-разному, но один. Сейчас журналов, по моим оценкам, наверное, ну, штук 20 можно насчитать, хотя тех, которые входят и индексируются в базу Скопус, всего три. Один из них, вот можете гордиться, издается на базе Томского университета. Один из них, еще один издается в Институте этнологии и антропологии Российской Академии Наук, и один издается в каком-то странном издательстве, учитель называется, по-моему, в Волгограде, и выходит на английском языке, и вот он из этих трех самый, если вас утраивает от слова, самый крутой, самый продвинутый. Это из трех, три российских журнала. В Великобритании, посмотрите, 81 антропологический журнал, только в базе Скопус, и более 100 образовательных программ в университетах. Ну, я думаю, что, в общем, это различие в разы и навевает на какие-то грустные размышления. Если мы, я сделал маленькую такую приписку, астерик стоит, да, в отношении США, в Соединенных Штатах Америки, например, 119 журналов входят в эту базу. Наши три, британских 81, американских 119. Причем это только те, которые входят в эту базу, и здесь можно сделать маленькую ремарку. Мы сейчас абсолютно все, практически все, помешаны на том, чтобы издавать статьи в журналах, которые индексируются в этих, извиняюсь, дурацких базах, Скопус, есть еще какие-то другие. Если вы окажетесь в США, то это абсолютно вам не нужно совершенно, потому что они работают по другой модели. Я говорил с коллегой из Гарварда, у нас такая Аня Бернштейн, ну, как бы наша. Я говорю, Аня, как у вас дела? Она говорит, ну, во-первых, конечно, ничего такого нет. Ну, говорю, вы же должны в каких-то хороших журналах публиковаться, наверное, есть какие-то рекомендации. А, ну да, говорит, на кафедре, там где-то близко к притолоке пришпилен кусок газетной бумажки, на которой написано от руки название пяти журналов, в которых не стыдно публиковаться. Это как вот рекомендация к действию. И эти, безусловно, пять журналов, если вот по нашим меркам, то это какой-то запредельный топ. Это где-то совершенно наверху, куда не попасть. Ну, там не стыдно публиковаться, это хорошо. Имеют они отношение к рейтингам, не имеют, это совершенно какой-то вот десятый вопрос. Пойдем дальше. Есть еще одно. Ну, кафедр много, хорошо. Но никто не мешает, у нас тоже университетов довольно большое количество, никто не мешает нам создать кафедры в наших университетах. Будет хорошо, наверное, да? Насколько у нас учатся студентов на направлении антропология и этнология, есть такое новое направление, или же просто на кафедрах с названием этнография, этнология или антропология в стране. По моим прикидкам, наверное, в бакалавриате, может быть, человек 200 в общей сложности наберется, включая тех, кто учится, начиная с первого курса, или тех, кто идет на специализацию на третий-четвертый курс. Я думаю, человек 200 наберется в общей сложности, может быть, чуть больше даже. Во всей стране. И тут мы приходим к самому интересному, к тому слайду, который я заявил в качестве одного из тезисов сегодняшнего разговора. Есть маленький, условно говоря, провинциальный университет в городе Кёльн, с которым я недавно пытался заключить договор нашего исторического факультета. Мне сказали, что Кёльн, это где? А Кёльнский университет, ну, пардон, наверное, лет на 600 старше московского университета, и по количеству студентов больше, чем МГУ. МГУ средний по размерам ВУЗ, по мировым меркам. В итоге заключили договор, все хорошо. Так вот, в Кёльнском университете на кафедре этнологии учатся 900 студентов в бакалавриате. И это очень мало. Если вы посмотрите на коллег из Венского университета, вот тут нарисовано это здание, картинка дана, там 1800 студентов учатся в бакалавриате. На двух магистерских программах еще порядка 250 студентов. Я проверял в этом году, мне выдалась возможность такая. Весь март и апрель читал в Вене, в немецкоязычной стране, на английском языке, читал курс магистрантом на этой кафедре. То есть там действительно английский язык, другого нет. Порядка 250 человек обучается. И тут возникает самый главный вопрос. А вообще куда они идут? Зачем им так много людей, которые готовятся вот по этому направлению? В этом направлении. Мы вернемся еще к этому, будем рассуждать, собственно, об этом. Но я просто заранее хотел сказать, что, в общем, если мы приходим в университет, я просто вот помню, как это было со мной в случае. Мы приходим в университет, на первом курсе ректор торжественно объявил. Это я в 79-м году поступил. Это было в Кемерово. Ректор на первом же собрании. Была большая какая-то площадь, все студенты собрались, он нас поздравил, он сказал, если вы пришли сюда заниматься наукой, забудьте об этом. Я запомнил это на всю жизнь. Это первое впечатление об университетской системе у нас. Но, в общем, в этом что-то есть. В этом действительно что-то есть. И мы будем дальше об этом рассуждать. Не все, я бы сказал, что процентов 90, если не больше, из тех, кто учится в таком огромном количестве в этих вузах на антропологии, этнологии, остаются в профессии раз. И не все они каким-то образом используют напрямую эти знания. Но их учат думать, что самое важное. Их учат работать с источниками, с материалом. И самое важное, их учат работать с людьми. Что может пригодиться в самых разных сферах. И у них есть еще один большой плюс. Сейчас я посмотрю, куда это выведет. Нет, следующее. Есть еще один большой плюс. У них есть специальность антрополога. О том, что у нас, я скажу чуть позже. Двигаемся дальше. В попытке объяснить вообще, почему так получается. И если бы у нас такое же было, то наступило бы какое-нибудь такое антропологическое счастье. Хотя бы для тех, кто изучает антропологию. Я уж не говорю о стране. Или нет. И начал я рассуждать, может быть, не очень логично кажется, вот этот подход такой, что, во-первых, их иначе обучает. Но, с моей точки зрения, он имеет право на существование. Мы не настолько готовы, чтобы страна нас захотела в том объеме, в каком эти же наши коллеги оказываются востребованы за рубежом. Наших западных коллег. Во-первых, программами по антропологии насыщены самые разные дисциплины, самые разные факультеты, самые разные направления. Ты можешь изучать антропологию просто как социальную антропологию, саму по себе, если речь идет о Великобритании. Ты можешь изучать общую антропологию со всеми ее четырьмя частями. Ты можешь изучать антропологию в рамках социологии. Ты можешь изучать антропологию как специализированное нечто, если ты готовишься стать медицинским антропологом. И так далее, и так далее. Но и это не все. Дело в том, что практически, да не практически, без исключения, везде в западных университетах на антропологию приходят учиться на первый курс. Где-то просто приходят, а где-то поступают. Без знания двух европейских языков вы не поступите на антропологию ни в одном вузе Германии. Представьте, вы закончили школу, сдали абитур, 20 лет, да, допустим. И вы идете в университет без экзаменов, естественно, все хорошо и бесплатно. Как гражданин этой страны вы идете учиться, там минимальные сборы какие-то есть. И вас не возьмут на антропологию, если вы не говорите на двух европейских языках. Помимо своего немецкого. В последнее время появилась некая поблажка для китайцев и россиян. То есть русский и китайский язык стали засчитываться вот в числе этих трех. То есть немецкий, допустим, это может быть свой русский. И, соответственно, английский. Вот эти три языка может быть такой набор. Что дальше? Региональные этнографии, чем заполнены наши программы, абсолютно до отказа. У них всегда подаются через теоретический какой-то взгляд. Они всегда вписаны в контекст мировой антропологии. С коллегами везде и в стране, и на кафедре у меня постоянно идут споры с теми коллегами, которые пытаются отстоять так называемую региональную этнографию. Чтобы было понятно, что такое региональная этнография, я, может быть, не совсем для детей сегодня выступаю, а чуть-чуть больше для взрослых, но не знаю, посмотрим. С чего бы начать? Ну вот один из примеров. Вы знаете, что учебников по этнографии или по антропологии нет, или практически нет, а почему их нет? Написать их практически невозможно. В принципе, я пишу книгу, ну не знаю, если вот есть материалы собраны, наверное, месяца два мне хватит. Замрите, пожалуйста, и не двигайтесь два месяца, и я напишу о вас книгу. Бред, да? Ну нереально абсолютно. Обязательно зачешутся где-то, что вы есть захотите, и там справлять какие-то естественные нужды и так далее. Невозможно сидеть. Соответственно, написать картинку с этого учебника об обществе, ну безумно сложно. А региональной этнографией, кажется, заниматься легко. Для этого надо просто поверить в то, что существуют некие народы или этносы в нашей терминологии, которые живут там, где им положено жить, как будто есть какие-то границы, которые никуда не двигаются, не ездят на автобусах ни с кем, не общаются, живут на одном месте, телефонами они тоже не общаются, не используют, сидят все время на одном месте. Ты можешь приехать, прожить там год, все абсолютно понять и описать. И вот все, что мы имеем на сегодняшний день, практически все в нашей этнографической науке или этнологической, построено было по такому принципу. Мы верили в то, что эти люди живут и никуда не двигаются, сидят на одном месте. Мы их описывали, мы их одевали в три типа шапок, шуб, там, не знаю, еще чего-то. И описывали, как седентаристское такое общество, не намадов, просто вот которые сидят на одном месте. Эта идея перекочевала в музеи. Зайдите в любой музей, там обязательно будет стоять какой-нибудь абориген. Если это будет какой-нибудь африканский абориген, он обязательно будет с копьем в руке и такой в позе бегущего. Если музей хороший, он сделает красивый манекен, он должен охотиться обязательно. Если это будет что-то такое наше, то обязательно будет какая-нибудь русская поневок, окошник и еще что-то. При том, что не факт, что это было везде, не факт, что оно существовало именно в таком виде, не факт, что люди не были подвержены идеям моды. И огромное количество есть работ, которые показывают, что не бывает народов и любых каких-то групп, изолятов. Это в принципе невозможно, исключено. Вы скажете, ну как же, а вот мононациональные государства. Ну и попробуйте вспомнить хоть одно, где жил бы, не жил бы хотя бы один иностранец. Иногда говорят Япония. Ну, во-первых, это неправда. Несколько лет назад, наконец, японцы согласились признать северные территории Хоккайдо исторической территорией Айнов. То есть там так было сказано Айну are indigenous to the northern part of Хоккайдо. Айны индигенные по отношению к северной части Хоккайдо. Исландия может быть. Ну, это тоже такое своеобразное исключение. В Исландии тоже живут иностранцы. В общем, все это довольно, ну, как бы, не проходит проверку практикой. Любые вот такого рода теоретические изыски. Что дальше? Практика ориентирована на лекционные курсы и семинары. Это очень важно. Очень много времени уделяется методам полевой работы и аналитики. Их учат писать тексты. Они обязательно учат региональный язык. Было такое светлое время в нашей истории, в истории нашей дисциплины, в стране, когда очень четко можно было отделить ленинградскую школу от московской. Потому что в Ленинграде, как правило, знали язык той этнической группы, которой занимались, а в Москве нет. Сейчас стало примерно одинаково плохо. К сожалению. Ты можешь говорить сколько угодно, как я люблю этот народ. Вот просто даже сил нет. А почему же тогда тебе в лом выучить язык этого народа? Совершенно непонятно. Два-три месяца в поле обязательного условия обучения в магистратуре и год в поле в аспирантуре. У нас это невозможно практически, потому что это ведет к нарушению учебного процесса, который для нас важнее, чем некие научные результаты, те сверхзадачи, которые призваны решать программы по антропологии. И, наконец, есть еще такая вещь. Если вдруг вы захотите заниматься чем-то связанным с медициной, а есть такое направление в современной антропологии, как медицинская антропология, чтобы было понятно, если в больницу приходит человек, который говорит, что у него там что-то болит, и ему предлагают сделать укол, а он отказывается, потому что вы нарушите целостность его организма, раз, это нельзя, во-вторых, вы же прокол какой-то сделаете на коже, во-вторых, вы испортите его отношение с духами предков или с какими-то духами, которые возможны, или даже наверняка вселились в него, а он в это свято верит. Я понимаю, что это может звучать на уровне бреда, но когда ты веришь в это, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Ну или как повод, например, в Италии для развития медицинской антропологии была очень хорошая, когда не так давно, ну относительно недавно, наверное, лет 10, может быть, назад, какая-то из групп мигрантов в ритуальных целях, нет, все нормально, в ритуальных целях съела одну из итальянок молодых для того, чтобы решить проблемы данной группы, которые были связаны с их представлениями о здоровье и нездоровье. То есть все абсолютно нормально, в легальных целях, с их точкой зрения. Итальянское общество было совершенно не готово к этому, и тогда единственное решение – это создать кафедру, которой будет заниматься медицинской антропологией и пытаться решать такого рода вопросы, объяснять, работать с этими людьми, может быть, в качестве посредников. Заниматься медицинской антропологией, не имея медицинского образования, невозможно. Заниматься лингвистической антропологией – то, что связано с тем, как мы выделяем группы по языку. Я не знаю, были ли вы в каких-то этнических регионах, где больше говорят, в каких-то регионах, где больше говорят не на русском, или говорят в том числе и на своем языке. Никогда не встречались с тем, что вас могут… Есть такое целенаправленное исключение. Вас могут исключить из числа присутствующих, просто перейдя на свой язык. Наверняка сталкивались. Есть такой феномен, как говорение вроде бы на одном языке, но с вкраплением каких-то слов, фраз из другого языка. А порой это еще и грамматически оформлено. Иногда даже дублирует. Грамматика одного языка в твоей фразе дублируется грамматикой, грамматическими структурами другого языка. Такой называемый code-switching. Очень много социальных проблем возникает, в том числе и в связи с тем, какой язык мы используем или не используем. Соответственно, чтобы стать лингвистическим антропологом, вы должны знать язык. У меня недавно защитилась девочка, очень хорошая, защитила кандидатскую диссертацию по антропологии и этнологии. Поскольку тема была связана с языком, и она не хотела, чтобы над ней смеялись в мировом научном сообществе, она, естественно, поступила в магистратуру. После того, как защитила кандидатскую диссертацию, поступила в магистратуру в Хельсинки, закончила прекрасно там программу по лингвистике, ну и затем, на всякий случай, поступила в аспирантуру в Оксфорд по антропологии. Сейчас она в Оксфорде, бедная и несчастная страдает. Но это один из возможных путей. Если ты хочешь, чтобы тебя признавали в мировом антропологическом сообществе, твое образование должно соответствовать тем требованиям, которые там предъявляются. Идем дальше. В отношении общества и государства. Насколько они готовы к трудоустройству всех этих людей, этих сотен ребят, которые обучаются на антропологии и этнологии. Это счастливое поколение, как мне кажется. Во-первых, там интересно учиться. Они учатся 3,5 года бесплатно. То есть 3 года нужно учиться в бакалавриате. Если ты не успел, у тебя есть еще один дополнительный семестр. И только потом ты начинаешь, как злостный двоечник, платить деньги, причем очень немалые, за каждый дополнительный семестр твоего обучения, если ты не уложился в программу. В чем заключается счастье? Дело в том, что там есть специальность антрополога. И как антрополог ты можешь, и ты реально востребован, не просто где-нибудь в армейских структурах, например. Я недавно общался с коллегой из Норвегии, которая работает в армии, антрополог. Но их там 7 человек на всю норвежскую армию, антропологов, которые проводят какие-то исследования. Очень мало. Именно штатные антропологи в армии живут в казарме, с солдатами, и в общем, причем не только мужчины, но и женщины. Этого мало, не так много, не такой большой рынок получается. Но если мы говорим, например, о Кёльне, Кёльне – это вообще-то Африка. И кёльнская кафедра специализируется на африканских исследованиях. Почему? Африка – бывшая колония, значительная часть Африки – бывшая колония Германии. Люди знают язык. А в Африке реализуется огромное количество проектов по развитию. Как бы мы это слово любили или не любили, соответственно, в каждом из таких проектов требуется антрополог. Проектов этих большое количество. Не обязательно ты останешься на кафедре или будешь работать в музее или где-то еще. Ты можешь работать в этих проектах по развитию. Ты можешь работать в промышленных компаниях. То, что у нас делает часто лишь менеджер по набору персонала, там в этом может участвовать и антрополог. И так далее, и так далее. Я привел лишь небольшую часть тех областей, где задействованы эти люди. И я вас уверяю, что процент безработицы не такой уж и большой. Естественно. Даже со степенью доктора наук вы имеете очень хорошие шансы стать, допустим, дворником на улицах Кёльна или играть роль бомжа в Гарварде. Фильм такой есть. «Homeless to Harvard». В Гарварде или в Оксфорде. И, в общем, вас все будут знать, потому что бомжей не так много со степенью PHD. Тоже, в общем, довольно интересный экспириенс такой. Но таких людей мало. Чаще вы все же остаетесь так или иначе в профессии. А если мы говорим о нашей стране, то должна была появиться такая фраза. А у нас в стране до сих пор, к сожалению, нет такой профессии. У нас в стране все урегулировано. Заурегулировано, вы знаете. Есть некий такой утвержденный Министерством труда список профессий, которые имеют право существовать. Профессии антрополога, я вас поздравляю, не существует у нас в стране. Поэтому, соответственно, рынок труда очень и очень сокращен. Что, я постепенно продвигаюсь к завершению, потому что, мне кажется, уже давно говорю, что не дает делать нам наше своеобразное образование и отсутствие профессии. Я на одном примере лишь хотел показать. Это то, что не дает наша недоподготовка и неготовность общества или государства к трудоустройству антропологов. Она не дает, например, разработать и принять законы о предотвращении или смягчении последствий социального воздействия промышленных проектов. Она не дает возможности требовать от компании выработки оптимальной политики в отношении групп, которые оказываются под воздействием, и проводить обоснованные доказательные экспертизы. Почти все экспертизы, в которых, ура, этнографы могут участвовать, которые проводились у нас в стране, построены по принципу «птичку жалко». Мы пишем, мы можем посмотреть документы, которые есть по поводу этого конфликта, затем мы пишем о том, какой образ жизни ввела эта группа сто лет назад, когда все было хорошо, был такой этнографический рай. А затем мы говорим, что сейчас вот эти придут, нефтяники или еще кто-то, угольщики, все здесь испортят, люди будут испытывать стресс, все станет плохо, давайте мы закроем этот проект. То есть мы не можем не просчитать то, что умеют делать антропологи во всем мире. Мы не можем не просчитать этот ущерб, мы не можем доказать, каким образом будет нанесен ущерб этой культуре и как смягчить последствия. То же самое в отношении работы с мигрантами и так далее, и так далее. То есть везде, где мы могли бы пригодиться. Я не буду особо останавливаться на том, что было бы, если бы мы попытались изменить формулировку нашей дисциплины и сделать ее максимально приближенной к тому, что понимается под антропологией в современном зарубежном академическом пространстве. Что было бы, если бы мы наполнили ее хотя бы такими направлениями, которые я здесь перечислил. Но тут же возникает вопрос. Я вот писал, писал этот список, пока, не знаю, страничка не кончилась. А потом возникает вопрос. А кто вообще-то будет всему этому учить профессионально? Ну, людей таких единиц в стране. Переводить образование на английский язык и приглашать специалистов из-за рубежа. А готовы ли мы сами слушать лекции на английском? Это хорошо. Я попал под раздачу. У нас в Кемерово. Сейчас рассказываю всем. Никто не верит. Под коллегом случился прорыв в советско-американских отношениях. И к нам приезжали преподаватели в Кемерово и читали лекции на английском целыми семестрами. Это было в 81-82-83 годах, когда программа Fullbright заработала. Но у многих из нас сложности с этим языком. У многих из нас, как преподавателей, сложности с тем, чтобы ежедневно читать по 100-200 страниц на этом языке. И только так можно стать профессионалом и читать последние, скажем, лет 20-30 или больше. Иначе просто ты не сможешь это все преподавать. И в итоге я приближаюсь к самому финалу. И в итоге вот этот самый вопрос, с которым попытался начать наш разговор, или точнее свои размышления по поводу, может быть, немножко грустное, так нужны ли все-таки антропологи в стране? Насколько нужны? Это только мои представления об этом. И вот я сразу это говорил. Значит, что мне кажется? Если смотреть на это с точки зрения специалистов, то, в общем, исходить из того, что за державу обидно, то, конечно, ответ да. Безусловно, да. Почему у нас должно быть хуже, чем где-то? Если смотреть с точки зрения ответственного бизнеса, который берет займы у каких-то больших виртуальных банков, там, не знаю, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции, развития и так далее, и вынужден играть по их правилам, то, в общем, тоже да. Потому что я помню случай на Сахалине, когда компания BP, вы знаете, что нельзя говорить Бритиша Петролем, потому что это колониальный налет такой, она говорит BP, и рисовать такое зеленое солнышко, экологически чистое. Когда BP похватилась и поняла, что компания Exxon и кто-то там еще и Shell в день теряли суммы, я не помню, это было 10 или 20 нулей, но для меня какие-то запредельные были, я абсолютно, я тут же забыл. В день простоя ведет к многомиллионным потерям. Соответственно, ни одна компания этого не потерпит. Лучше договориться с местным населением и решить проблему таким путем. С точки зрения индигенных групп населения, но я бы сказал, пока да. Пока они все еще верят, что антрополог, именно пока, пока они верят, что антрополог может быть посредником, успешным посредником, но возможно ли вообще ситуация диалога в случае попытки наладить диалог с бюрократией, как показывают исследования современные, в общем нет, скорее всего нет. С точки зрения государства, порой кажется, что да, потому что в принципе какое-то движение идет, есть попытки принять какое-то законодательство, но может быть и нет, потому что в принципе все это остается на том же месте, где и было, по большому счету. И наконец, с точки зрения множества иных социально-профессиональных и классовых групп, но даже не пожалуй, абсолютно точно нет, потому что никто не знает, что такое антропология, чем эти люди должны заниматься. У меня есть очень хороший коллега, и на этой фразе я закончу, Брюс Грант из Нью-Йорка, очень такой высокопоставленный антрополог, специалист по России, по Азербайджану, и вообще прекрасный специалист действительно. Ты знаешь, говорит, Дима, слушай, у меня такое ощущение, что моя мама с папой до сих пор не знают, чем я занимаюсь, а он в моем возрасте. Обыватель не знает, кто мы, чем мы занимаемся, зачем мы нужны. До тех пор, пока он не поймет, что он теряет деньги, пока налогоплательщики не поймут, что они теряют деньги от этого своего незнания и от недоиспользования нас, ситуация вряд ли изменится. Я приглашаю вас к разговору. Спасибо большое за внимание. Коллеги, у нас есть полчаса на вопросы. Пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, у вас такой проблематизирующий доклад, я продолжу в том же вопрос, в том же стиле. Как вы относитесь к мнению философа Маламардашвили о антропогенной, антропологической катастрофе? Он говорит о том, что исчезает бытие, и оно трансформируется в существование человека. Есть несколько такого рода оценок, которые предупреждают о том, что может случиться с человечеством в ближайшем будущем из-за проблем с экологией, из-за безудержного развития виртуального пространства, из-за… Ну вот я не знаю, скажите мне, я уже к молодежи переключаюсь, где заканчивается человек? Если у… Ну не у вас, да, у ваших родителей вставные зубы, они еще люди, да? Если у кого-то из ваших знакомых, ну я не знаю, так случилось, там какой-то камень или кирпич упал где-то, и вот вставили пластину металлическую, он, наверное, все еще человек тоже, да? А если… Я пытаюсь размышлять. Если, не знаю, ему заменили ногу, руку, две руки, две ноги, он все еще человек, да? А если его заморозили, это я сейчас очень такой широко развивающееся направление, заморозили, чтобы потом разбудить через много-много лет или столетий и таким образом сохранить жизнь или дать вторую жизнь, вот он кто. А бессмертное тело Итигелова в Бурятии, который лет 70 или 80 пролежал как бы мертвым, а потом его откопали, и там идут какие-то физиологические процессы, и это абсолютно точно доказано. Он выставлен в Иволгинском доцине. Проблем действительно значительное количество. Зависит это все от того, насколько быстро будет меняться наш мир. Но у меня такое ощущение, во всех смыслах, в технологическом, в каком угодно, но у меня такое ощущение, что мы каким-то образом успеваем пока меняться сами вместе с этим миром. человек настолько научился за свою жизнь приспосабливаться, что лично у меня есть надежда, что мы сумеем приспособиться и к любым другим условиям. Вот как-то так. Спасибо. Еще вопросы? Петя Анатольевич, вопрос вот какой у меня. Как я вас понял, отечественная антропология как бы застряла вот на позиции проселочной дороги, я бы сказал, эволюционизма. Так, я вашу фразу переведу. А можно какими-то словами, терминами выразить, а что за слабовая дорога вот у зарубежной антропологии? Какая там концептуальная основа? Если здесь эволюционизм, так сказать, отсталость, то что выражает этот прогресс? Хотелось бы концептальную оценку. Спасибо большое. Я недавно с интересом смотрел на, в общем вышла 12-томная энциклопедия в издательстве Вайли Блэквелл, международная энциклопедия по антропологии. Там есть статья Эдама Купера, он работает в вышке лондонской, которая так и называется, антропология. И там должно было быть какое-то определение, наверное. Там его нет. 15 страниц, большой текст, полноформатная статья. Там нет этого определения. Что с моей точки зрения, столбовая дорога там, это возможность не идти одним путем. И именно в этом спасение. Потому что, казалось, с эволюционизмом было покончено, появился неэволюционизм, появился функционализм, появилась масса самых различных школ. Для антропологии характерно понятие, я думаю, как и для философии, поворота. Там резкие смены движения, направления движения мысли обозначаются термином поворот. Антологический поворот, цифровой поворот. Есть самые различные способы взгляда на окружающий нас мир. И если бы у нас была такая же возможность смотреть по-разному, я еще раз повторюсь, что нет неправильных ответов, потому что общество очень сложное, любое общество. Если бы было то же самое, и если бы была, в итоге возникла культура дискуссии, то вот с моей точки зрения, это и был бы кардинальный такой путь, который позволил бы изменить ситуацию здесь. Мы до сих пор не умеем дискутировать. У нас любая рецензия на книгу, написанная нашим коллегой, воспринимается как личное оскорбление. Практически это правда, почти во всех случаях. И нельзя сказать, что там существенно иначе, но там тебя готовят к тому, что ты пишешь работу не для того, чтобы читать ее себе ночью под подушкой, а для того, чтобы она обсуждалась в мире. Она должна быть написана интересно, и, соответственно, самые различные направления. Марксизм вернулся в число одной из возможных объяснительных моделей, в том числе в антропологии. Ради бога, почему нет? Если речь идет о каких-то вещах, связанных с экономикой, то модель Маркса, в принципе, может работать. То есть в разнообразии, если можно так сказать. Да, спасибо. А молодежь? Если позволить, еще не вопрос. Ну, вы сказали вначале, любой ответ ваш по антропологии студентам будет правильным, потому что человек бесконечно многообразен. Но сколько я вспоминаю, кстати, Клиффорда Гирса, он да, ставит вопрос тоже, что многообразие антропологическое имеет место быть. Но есть один вопрос. А все-таки есть? Можно ли и следует ли антропологам искать некую универсальную прозу человека во всем этом многообразии? У вас есть какой-то ответ на этот вопрос? Помните, я говорил про Боуса, который, кажется, был не только первым, но, наверное, и последним, который свято верил в единство всех четырех частей антропологии. Я абсолютно открыто признаюсь, я не могу читать тексты по системам родства, потому что это высшая математика. Я не могу читать тексты по антропологии, не потому что я поругался все время с преподавательницей у нас в Ленинграде, которая в итоге сейчас успешный профессор в США. Я не все знаю о физической антропологии из того, что хотел бы. Но я могу сказать точно, что вот тот вопрос, который прозвучал, он скорее к биологическим антропологам, к этологам и людям, которые занимаются вот той антропологией, которая далека от моих, от возможностей моего понимания. Это, если честно, абсолютно. Вопрос хороший, спасибо. Дмитрий Анатольевич, у меня вот такой вопрос. А как антропология сегодня смотрит все-таки на течение трансгуманизма? И это многообразие допускается? Я имею в виду антропологию за рубежом, если вы говорите, у нас ее как таковой проблемно. И такое многообразие допустимо? Или все-таки в рамках гуманистического видения вот этой гуманистической доктрины? Хорошо. Очень хороший вопрос. Я, может быть, немножко чуть в сторону уйду в ответе на него. Один из самых интересных поворотов в антропологии в последние, сколько, я не знаю, лет, наверное, 20, наверное, да? Есть одна из очень интересных антропологических школ в мире. Это, как ни удивительно, бразильская школа. Это не потому, что у них там музей сгорел, это вот все плохо, а реально очень сильная школа в антропологии. И это связано с именем Вивереша де Кастро и там целая плеяда исследователей. Все больше и больше антропологи пытаются смотреть на отношение, на вписанность человека, человеческих сообществ в окружающий мир, в котором такую же роль, не меньшую, чем человек, играют non-human beings, нечеловеческие существа. Как бы мы к этому ни относились, играют животные, играет архитектура, города, в которых мы живем или не живем. То есть попытка смотреть на то, каким образом человек участвует в создании этого мира во всех возможных его проявлениях и как этот мир влияет на него. То, что касается, собственно, гуманистического подхода, ну, я не знаю, мне кажется, антропология одна из самых мирных и гуманистически направленных дисциплин. Нам всегда жалко тех, кого мы изучаем. Но это так. А про попу, по крайней мере, так было в 1920-е годы у нас в стране. Спасибо большое. У коллега просил молодой человек. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот вы говорили то, что по сравнению с Западом наша антропология немножко отстает от этого. Скажите, что должно случиться, чтобы мы догнали и перегнали Запад? И это еще не все. И еще… Сейчас я сформулирую это. Ну, собственно, все. Спасибо большое. Ну, я не знаю, надо ли перегонять. Ну, отставать плохо, мне не нравится. Что должно произойти? Очень много. Я в свое время все на себе показывать нехорошо, но я просто вспомнил. По поводу образования. У меня есть хороший коллега такой, я Ахимот Ахабик. Мы с ним иногда переписываемся даже смс-ками из вредности. Он мне пишет на русском латинице, я им отвечаю на немецком кириллице. Вот, ну, так, из вредности. И был какой-то повод мне, наконец, зацепиться за то, что вот он, оказывается, чего-то не очень хорошо знает. Может быть, так вот я могу распрямить плечи, да? Речь зашла о латыни. Вот. А у нас в Кемерово преподавали люди из Томска. Здесь в Томске была очень сильная школа латинистов. Преподавали нам полтора года. И вот тот как-то сказал, что я плохо знаю латынь, а я латынь до сих пор помню. Ну, как-то она так вот этими табличными формами очень хорошо в голове осела. И тут я говорю, слушай, нет, ну вот у нас-то, да. Он говорит, нет, я не об этом. У меня 8 лет в гимназии была латынь. И я понял, что нам не о чем с ним разговаривать. Это просто совершенно разные какие-то уровни, понимаете? До тех пор, пока мы не изменим систему обучения в школах, которая в итоге приведет к тому, что сюда будут поступать тысячи студентов, просто потому, что они закончили гимназию, и они великолепно сдали там абитуру или как это будет называться, какие-то выпускные экзамены, без вступительных сюда будут приходить. Будут учиться с первого курса не многим историям, которые они прошли в школе или чему-то еще, а будут учиться той дисциплине, по которой они хотят стать классными специалистами. Пока сюда не придут, сюда это абстрактно, ну вот вообще в целом, пока сюда не придут специалисты, которые будут преподавать все это. На каком языке, я уже не знаю. Может быть, английский потеряет свою роль ведущую. Может быть, ну пока, во всяком случае, на ближайшее время нет. Но на каком-то вот языке, который будет считаться лингво-франко этой науки, пока мы не научимся писать тексты. Это очень длительный процесс. Проект, который вот в самом начале речь шла о мегагрантах, да, мегагрант, который был получен здесь, в Томском университете, и который, в общем, в значительной степени был связан с антропологией. Благодаря нему создалась лаборатория, ему создалась лаборатория, теперь создалась кафедра, что вообще удивительно. Это достижение Томского университета. Кругом по всей стране кафедры закрываются, сливаются, оптимизируются. Здесь взяли и создали кафедру антропологии и этнологии. Великолепно. Но даже этот проект был рассчитан на три года. Мы хорошо работали, нам его продлили на пять лет. А что можно сделать за пять лет? Можно за пять лет подготовить специалистов, которые, наверное, закончат по новой программе магистратуру. Но это все. Мы не успели подготовить, и не могли успеть подготовить кадры, которые работали бы здесь на высоко профессионально. Нужно большее количество лет. Я вот все к ответу на ваш вопрос. Нужно время и менять, как сантехники в правительстве говорят, менять всю систему надо. То есть начиная со школы как минимум. Сложно очень. Есть хороший путь. Уезжайте за границу, получайте великолепное образование и возвращайтесь в страну, чтобы приносить больше пользы. Так будет хорошо. Ну, с моей точки зрения мы движемся, конечно. И в Европейском университете есть этнологический факультет, что уже само по себе хорошо. Кафедра этнографии, на которой я в итоге оказался, кафедра этнологии в МГУ, и которую я ругал всегда, и сейчас ругаю до сих пор, потому что она очень странное впечатление производит для человека, который со стороны пришел, особенно из академического института. Мы тоже поменялись в итоге, потому что когда европейский университет лишили лицензии, куда побежали студенты из магистратуры? Они побежали к нам на кафедру. Это значит, есть некое признание того, не туда, где легче получить корочку, они пошли к нам, потому что что-то такое сходное по качеству образования. После РГГУ, где есть Центр социальной антропологии, и очень хороший, дети уходят после бакалавриата, уходят к нам на кафедру, или в европейский университет. То есть есть, по крайней мере, две образовательных структуры, которые кажутся на каком-то уровне. Я не должен вообще что-то негативное говорить. Вот тот же самый Отто Хаби, когда я ему показывал нашу магистерскую программу, с гордостью говорил, смотри, удалось наконец сломать старые стереотипы и сделать новую программу. Он посмотрел, так скажешь, это детский сад, да? Но мы все-таки отстаем, к сожалению. Спасибо. Но все будет хорошо. Вопрос от девушки. Кто просил? Ну тогда Галина Ивановна. Среди всех антропологий, которые мы видели на презентации, о которых вы говорили, не было философской антропологии. А между тем, у нас на факультете, в ТГУ, очень много внимания уделяется философской антропологии и преподается философской антропологией. Может быть, даже другие курсы философско-антропологическими идеями тоже пронизаны. У вас есть какое-то отношение к философской антропологии и место среди всех прочих антропологий? Спасибо большое. Если так, совершенно навскидку и коротко. Я знаю двух ребят, которые закончили и очень приземленно. Один закончил кафедру, кафедра, наверное, называется здесь в ТГУ, философской антропологии или программа по философской антропологии. Он теперь учится у меня в аспирантуре. Один мальчик. Один мальчик в МГУ. У нас закончил кафедру философской антропологии и поступил, бакалавриат, и поступил к нам на кафедру, в магистратуру. Сейчас учится он тоже у нас в аспирантуре. И тот, и другой имеют великолепное образование, которое дает им возможность немножко свысока смотреть на наших ребят-антропологов, которые были лишены вот этой философской, философского взгляда на человека, к большому счету. Проблема в том, что если посмотреть, вы знаете, есть такого рода высказывания, каждый уважающий себя человек должен, или каждый интеллигент, обязан, не знаю, читать чего-то. Каждый антрополог должен прочитать, я не знаю, 50 ведущих книг каких-то, самых известных. Так вот, среди 50 самых известных имен, наверное, 15, если не 20, в антропологии. Это философы. Это именно философы. Антропология все больше и больше становится философичной и теоретической наукой. То, что касается, собственно, философской антропологии, то я не совсем разделяю, мне не кажется, невозможным заниматься только философской антропологией, будучи лишенным вот того самого, чего лишена и социология, травмы поля. Без этого антропология остается неполной. Любые теоретические построения, любые попытки философствования без проверки на практике, ну, как мне кажется, в общем, будут оставаться уязвимыми с точки зрения проверки на прочность, на правомерность и так далее. Если бы это был какой-то симбиоз, я думаю, что это было бы позитивно. И это в отличие от, не знаю, там культурологии, еще чего-то такого, что у нас наплодилось. Да, вот философская антропология, да, это позитивно. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, спасибо за лекцию. Вот сегодня вы нам как бы обрисовали диагностическую ситуацию, то есть дали диагноз развития антропологии в России. И вот у меня вопрос следующий. Как вы считаете, для того, чтобы антропология институализировалась в России как учебная дисциплина, как профессия определенная, какие факторы для этого важны? Если это решение должно быть за политической волей, то есть это фактор, политическая воля, или же это снизу должно идти, научное сообщество должно каким-то образом работать, или в самом обществе должны появиться такие профессии, специальности, которые вот вас требуют профессионально образованных антропологов? То есть какие факторы для России? То есть я так поняла, диагноз вы поставили, а по поводу факторов, которые могут влиять на изменение ситуации в лучшую сторону, что вы можете сказать? Или же все к политической воле сводится? То есть это должно быть политическое решение какое-то? Спасибо большое. Можно я коротко сразу отвечу? Я считаю, что абсолютно все, и сверху, и снизу, и сбоку. Если абсолютно точно проверено, не знаю, и на своем опыте, и на опыте целого ряда коллег, которых я знаю, если ты один, даже один, приходишь куда-то, где плохо, но тебе, по крайней мере, не мешают, и ты знаешь, в какую сторону вести, ты в состоянии кардинально изменить ситуацию. Иногда ты упираешься в какие-то совершенно кажущиеся непреодолимые препоны, но ситуация все равно изменяется, потому что ты не один год работаешь на этом месте. Твои ученики ушли в разные места работы, в том числе и во власть. Ты постепенно обрастаешь единомышленниками, которые начинают думать примерно так же, как ты, и которые, ну, пассионари, да, если используют терминологию такую, да. Я думаю, что снизу очень можно много сделать. Этот путь перспективен. То, что касается сверху, то здесь, ну, мы же сами ходим на выборы, нет, точнее, не ходим на выборы, да. Я думаю, что в этом многое сокрыто. Но я бы не хотел уходить в сторону политики сейчас, вот при обсуждении этого вопроса. А так я, в принципе, думаю, что со всех сторон, безусловно. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, мне хотелось бы вот узнать, вот, а на самом деле они нужны антропологи-то? Почему? Может быть, у государства есть другие способы решения проблем? Вот прямо, если сказать, у нас, как известно, чиновники самые умные, так? Они формируют государственный заказ на подготовку специалистов. Если они заказывают мизерное количество антропологов, может быть, они на государственном уровне, в принципе, и не нужны. Вот, если так посмотреть, может быть, зачем объяснять молодым людям на Кавказе что-то, когда их можно просто накормить пулями? Это проще. Да, последним примером сразу сбили готовый у меня ответ. Спасибо большое, Сергей Павлович. Как и в случае с предыдущим вопросом, я могу сказать, что все эти, мы это знаем, вот с вами-то мы точно это знаем, что контрольные цифры приема, правильно, КЦП, да, формируются в том числе во многом благодаря личному влиянию и обаянию отдельных людей, а не только благодаря тому, каким образом некое государство или правительство видит пользу или не видит пользу в подготовке по той или иной специальности. Если академик Тишков в состоянии был в какой-то год, например, продавить, иначе это не сказать, продавить несколько, увеличение на несколько порядков контрольные цифры приема на антропологию и этнологию, это срабатывало. Потом эти цифры могли быть выделены, но места могли быть распределены, поскольку мы вписаны в общую шапку история и археология, да, затем эти места могли уйти куда-то, и, соответственно, тогда роль правительства и судьи принимала на себя администрация университета конкретного, да. То, что касается вот всего остального, то есть там накормить кого-то пулями или просто накормить хлебом, да, ну, неважно, то есть как-то решить эту проблему, но иногда мне кажется, что, да, этот путь действительно проще дать людям хлеба, зрелищ, ну, или наоборот их загнать в какую-то клетку, но это уже не бесконечно, потому что вот эти вот, которые молчат, вот эти вот типы, да, молодые, они уже другие, они такие, скорее всего, я промолчу, а они молчать не будут, потому что я могу позволить себе сказать, что вот в нашей семье еще только я не сидел, да, вот, а они уже как бы одно или даже два поколения младше нас или три поколения младше нас, и у них совершенно другой взгляд на мир, их очень трудно испугать, они не пуганные какие-то пока, и это очень хорошо, вот, и я думаю, что вот это вот тащить, не пущать, загонять, я думаю, в какой-то момент просто не сработает, и мы опять ушли в политику, это нехорошо, не хотел. Спасибо большое. Сложный вопрос. Можно? Можно, да. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич, спасибо большое за интересный доклад. У меня не такой серьезный глобальный вопрос, и даже скорее маленькая ремарка к вашему докладу. Вот вы говорите, что обыватели не знают, кто такой антрополог, а вы пробовали задавать такой вопрос на самом деле обывателю? Вот если вы спросите, ну, по крайней мере, у людей, поколения моего, вашего, кто такой антрополог, то, как правило, вам скажут первое, единственное имя, которое придет на ум, это Герасимов Михаил Михайлович, реконструкции Ивана Грозного, Томерлана. То есть я думаю, что у большинства людей до сих пор представление о том, кто такой антрополог, связывается именно с физическими антропологами. Но тут можно долго рассуждать, почему это происходит, правильно это или неправильно. И в связи с этим еще тоже такую маленькую ремарку хотелось сделать, что вот была у вас такая фраза, что в России термин антропология появляется достаточно поздно. Но на самом деле все-таки мы вспомним XIX век, появление русского антропологического журнала в 1870-е годы. И рождение, именно зарождение, в первую очередь, формирование физической антропологии. Ну, тут я не буду, не к тому, что я хочу возобновить вечную ревность физических антропологов к тому, что узурпировали этот термин, я совсем не об этом, но просто вот по поводу обывателей, представления их об антропологии, как о физической антропологии в первую очередь, может быть, стоит этнологам, нынешним антропологам задуматься о том, как и, ну, не то что рекламировать себя, но просвещать именно, популяризировать именно это направление, может быть, это тоже вот один из путей, один из вариантов, которым нужно двигаться. Ответить. Спасибо большое. С конца начну, я очень коротко. То, что касается физической антропологии, антропология у нас в стране, да, термин существует давно, да, он прилагался в основном или практически только к тому, что мы называем физическими антропологами, я пытался говорить об антропологии большой, где физическая антропология лишь одна из составных частей. Это раз. То, что касается того, что на самом деле знают и думают об антропологах сейчас, ну, обыватели, условно говоря, да, то я навскидку не скажу, но мне кажется, что довольно большое количество мелких проектов осуществляется по этому поводу, мелких на уровне магистерских диссертаций, абсолютно точно, и нашими студентами раз, и я знаю магистерские работы коллег из Германии, которые приезжали, по крайней мере, к нам в страну и пытались проводить такого рода исследования. Проводили, что-то было сравнительное, Москва и Улан-Удэ, допустим, что-то было связано с этничностью, что-то было связано напрямую с нашей специальностью. Как тема это, безусловно, интересно, но мне кажется, что вот вы сами дали правильный ответ. С моей точки зрения, правильно? Я не знаю, мне кажется, он правильным. Чем больше мы будем популяризировать нашу дисциплину разными путями. Чем больше будет виден позитивный результат нашей работы, тем, наверное, будет лучше. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Спасибо. Надо учиться хорошо писать, в том числе и нам самим. Мы очень проигрываем журналистам. Антропология последних десятилетий все больше и больше начинает напоминать журналистику, но не всегда такую же качественную, как качественная журналистика. Мы по-прежнему плохо пишем. А кто будет читать, если это не интересно? Это очень важно. Спасибо. Коллеги, мы будем заканчивать. Георгию Владимировичу последнее слово. Уважаемые коллеги, я хотел бы в заключение сказать и напомнить, что у этого зала, у стен этого зала очень мощная энергетика. Именно в этом зале состоялся торжественный акт открытия Императорского Сибирского университета в городе Томске, это было 130 лет тому назад, точно абсолютно в это время. И я думаю, что лекция Дмитрия Анатольевича добавила энергетику этого зала. Но хочу сказать также, что в истории создания Томского университета особое место занимают также фигуры, которые участвовали в создании. В первую очередь профессор Василий Маркович Кларинский, который не только является создателем университета, но и создателем научной библиотеки Томска, Государственного университета. И что очень важно, Музей истории, археологии, этнографии, собственно говоря, он очень много занимался этими проблемами. И мне кажется, это очень важно, так сказать, подчеркнуть и понимать вот эту связь времен вот в этом зале. Я думаю, что все присутствующие получат дополнительный прилив каких-то сил, идей. А в память о замечательной лекции я хотел бы вручить вам, Дмитрий Анатольевич, медаль, которая памятная медаль, произдана к со сорокалетию основания Императорско-Томского университета, вот, и на память о вашей лекции и на память об этом замечательном зимнем вечере в Томске. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Это действительно большая честь. И вообще спасибо большое всем за, не знаю, как за интерес, но за вопрос, во всяком случае, за то, что сидели и не ушли. Вообще спасибо большое. Когда горят глаза, это очень хорошо. Спасибо. Продолжение следует...